Большую часть информации человек получает визуально, то есть глазами, поэтому легко представить, с какими трудностями сталкиваются слабовидящие и слепые люди. Зачастую они замыкаются в себе и практически не выходят за пределы собственного жилища. Но те, кто собрался сегодня в этом зале, уверены – барьеры в голове. Все они – участники молодежного слета инвалидов по зрению «Подари улыбку миру». Это первая подобная встреча для Альметьевска. Уже давно думал о том, почему бы у нас не организовать подобные мероприятия, чтобы и молодежь Альметьевская, которые с ограничениями возможностей по зрению, видели, что есть и для них возможности, чтобы они больше заинтересовались, предлагали свои какие-то новые идеи. Здесь я для того, чтобы вместе с командой организаторов данного слета рассказать о чем-то интересном нашим участникам, вместе с ними поработать, вместе с ними здорово познакомиться. И, конечно же, еще раз дать понять, что у нас нет никаких запретов, ограничений. Мы можем очень многое, и все это зависит только от нас. Многие, несмотря на свой диагноз, преодолели сотни километров, чтобы приехать в Альметьевск. Здесь гости из соседних городов республики, а также из Удмуртии и Москвы. На слюте они проведут три дня. Молодых людей ждут экскурсии по городу, мастер-классы, лекции и квесты. Очень интересные люди, очень интересные места, которые мы повидали сегодня. Я думаю, будет еще море впечатлений. Мы пытаемся, приезжая из других городов, из других регионов, встречаться, общаться и пытаться на месте уже какие-то организовать мероприятия совместно. Сейчас в Альметьевске на учете в обществе слепых состоят 15 молодых людей. Всего в Альметьевском районе проживают более 12 тысяч человек с ограниченными возможностями здоровья.